Уникум на чемпионате Европы 2010, двукратный чемпион мира 2005-2006 годов. Ни разу не был Стефан Ламбьель лучшим в Европе. Две лишь медали у него на чемпионатах Старого Света, это серебро 2006 и 2008 годов. Травиата Джузеппе Верди в интерпретации Стефана Ламбьеля. Стефан Ламбьеля 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 Без каких-либо проблем и без излишних проволочек. А вот что касается результата относительно Бриана Жубера, тут сказать достаточно сложно. Все зависит от судей. Ну вот, подобная помарка у Стефана Ламбьеля, конечно, не осталась вне внимания режиссеров трансляции. Но мы помним, что и Жубер был в своей произвольной совсем даже не идеален. Ну и вопытно, что на своем первом турнире после возвращения в любительский спорт, после двухлетнего отсутствия, Стефану Ламбьелю пришлось еще и добывать для Швейцарии путевку на Олимпийские игры. Разумеется, этим турниром стал Небелхорн Трофи 2009 года. И Ламбьель завоевал таки место для Швейцарии на Олимпиаде. И сейчас самолично будет представлять свою страну в Ванкувере. Утверждал этот фигурист, что его серебро на Олимпиаде 2006 года в Турине для него дороже иных золотых медалей, потому что оно было завоевано в борьбе против и Жубера, и Джонни Вейра, Эвана Лайсчика, действующего чемпиона мира, Джеффри Баттла. И впереди Ламбьеля тогда оказался только лишь Евгений Плющенко. Но, правда, превосходство россиянина швейцарцам было очень серьезным. 27 с копейками баллов выиграл тогда Плющенко Ламбьеля. А вот падение, вот это падение вполне может стоить сейчас Ламбьелю. Ну, не серебряный, конечно, медаль. Скорее всего, просто он останется на третьей позиции и опередит Михаила Буржезину. Обойдется Моле Контестии, а до Жубера не дотянется. Ждем оценок арбитров. И ждем, разумеется, Стефана Ламбьеля на Белой Олимпиаде в Ванкурии. Согласитесь, присутствие таких фигуристов, как Плющенко и Ламбьель, украшает любой турнир, а уж главный турнир четырехлетия, разумеется. Сто шестьдесят и семьдесят девять сотых балла. Проходит он Жубера. Опережает Бриана Жубера Стефан Ламбьель. Боюсь ошибиться, сейчас очень сложно подсчитать. Да, да, второй Ламбьель. Двести тридцать восемь и пятьдесят четыре. Двести тридцать шесть и сорок пять сотых балла у Бриана Жубера. Два с копеечками. Ламбьель привез-таки своему многолетнему конкуренту. И опять он второй, в третий раз на чемпионатах Европы. Россия, Швейцария, Франция. Именно так выглядит пьедестал почета, если смотреть на представителей тех стран, которые завоевали медали на Европейском первенстве 2010 года. Возвращение произошло. И возвращение не одно. Сразу два спортсмена после один четырехлетнего, другой двухлетнего отсутствия. Вернулись в любительский спорт, вернулись в большой спорт. И доказали, что их отсутствие совершенно не повлияло на их мастерство. И украшают по-прежнему своим присутствием такие крупные международные турниры, как чемпионат Европы. Надеюсь, что и Олимпийские игры, и чемпионат мира. Евгений Плющенко, шестикратный чемпион Европы. И Стефан Ламбье, для которого эта медаль становится третьей серебряной на континентальных первенствах. Брян Жубер по-прежнему... Ни-